Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Записываем ролики под названием «Житие от святых во свете Библии», чтобы все смотрели на это открытым оком. Это 40-й видеоролик, но он продолжение с 39-го идет, там вопрос стоит впереди. Речь идет о монахах. Как они находили этот путь в пустыне и почему они шли на благовестие. Иларион Великий, 21 октября, когда остальные братья, а также жители окрестных сел и городов узнали, что преподобный покинул их, они собрали в числе 10 тысяч человек и, погнавшись за ним, настигли его. 10 тысяч человек! Они ничего не значат для монаха. Государство целое индийское, 20 лет за Исаапом и Асаапом, и однако он даже не повернулся назад. Все, и там теперь другая вера. Огорчившись, святой ударил в землю жертвом и сказал, «Не буду ни есть, ни пить, пока вы меня не отпустите. Если же хотите увидеть меня мертвым, то удерживайте». То есть вера была крепкая, очень даже. В течение семи дней удерживали они преподобного своими мольбами и, наконец, убедившись, непреложность его намерения с миром отпустили. Все множество народа с плащем далеко провожало его. Они бы сказали ему, «Ты изверг рода человеческого. Тебе Бог дал талант. Ты уже расположенный в подвижнической жизни. И тебя люди ждут, тысячи людей, когда ради одного человека Господь оставляет все и сидит с самарянкой, беседует и говорит, город пришел. Сам город пришел. Ничего жестоковыне, страшнее монашества, вот такого нету на земле. Не может быть, чтобы это просто человек изобрел. Человеку никогда до этого не додумается. Полностью попирается заповедь любви к ближнему. Какая же тут любовь-то? Непреложность его намерения. Ну и что? Ничего, я уйду, буду один. На пупок свой смотреть будет. Марина и Кира, 28 февраля. Преподобные Марина и Кира происходили из города Берии, от знатных и известных в городе родителей. Но они пренебрегли знатностью своего происхождения и, достигши совершенного возраста, удалились за город, сами обгородили себе один небольшой уголок земли и, завалив вход в убежище камнями и глиною и оставив только небольшое отверстие для подачи им необходимой пищи и бесед с приходящими, стали подвязаться в огражденном месте на открытом воздухе. Более страшного и ядовитого учения на земле не было. Почему мусульманство преследует монахов? Вот это колокол бьет, они запрещают колокол бить. Минарят, они кричат оттуда, считают суры, аяты. Почему Бог не вмешался и не уничтожил это все? Спрашивают. Да как не уничтожил? Вы видите, как Византия вся была плененая. Это же не один день. Тут Октябрьская революция. Сейчас вот творится, что здесь есть. Прославляя душе свои Бога. Преподобные все время пребывали в молчании и прерывали его через каждые 50 дней только на один день. Вот что-то придумали же. На теле своем под широкими иноческими одеждами. Святые носили весьма тяжелые железные вериги. И с необыкновенным терпением переносили голод и происходящее от него страдание. В течение трех лет подряд они принимали пищу только один раз через 40 дней. С такими-то данными они бы весь мир завоевали. Нет. Загородили глиной, а теперь под землю, как береговушка такая есть. Птицы есть такие, зверьки. Отправившись однажды на поклонение живоносному гробу Господню, они не принимали никакой пищи до тех пор, пока не совершили поклонение. И возвращаясь назад, они прошли все пространство своего пути, заключавшее в себе 20 стадий, ничего не вкушая. Тут полдня не поешь, и уже ноги не шевелятся. Пимен Великий, 27 августа. Спустя некоторое время правитель страны той пожелал видеть преподобного отца нашего Пимена. И послал к нему вестника с просьбой дозволить ему прийти к преподобному. Старый же весьма опечалился, размущал в себе так. Если вельможи будут приходить ко мне, дабы оказать мне честь, то и из народа многие будут приходить ко мне и беспокоить меня. Они помешают моему безмолвию. Я лишусь благодати смирения, которое я при помощи Божьей стяжал всюность и великими трудами. Тогда я легко могу впасть в гордость. Начальство такое идет к ним. Вообразить даже этим невозможно. Какой бы они сделали труд-то, ничего подобного. И он размышляет, и все. Больший эгоизм, эго, как в монахах, никогда нигде не был. Он свое я. Десяти тысячи человек просят, да пошли вы, на. И все. А я пошел на гору. Рассудив себя так, преподобный отказался видеть князя. И просил его через того же вестника не приходить к нему. Так, как сказал преподобный, он не увидит его. Напротив, отгонит его с места того. Услыхав такой ответ, князь весьма опечалился и сказал, это за грехи мои я не удостоился видеть человека Божия. Они вызывали в людях сострадание и прочее, но не о своих грехах. А вот он не принял его. Однако, весьма желая видеть как-нибудь святого старца, придумал такую хитрость. Взял, как бы за некоторый проступок, сына, сестры, старца. И заключил его в темницу, надеясь, что старец будет ходатайствовать перед ним за своего племянника. Таким путем думал он увидать святого. А зачем он ему этот святой нужен, такой святой эгоист? Состояние-то народа какое было. Они о Христе не ищут, не изыскивают способа покаяния. Почему князь сказал своим слугам, если придет Ава Пимен, то тотчас же выпущу юношу на свободу. А если не придет, то не оставлю без наказания провинившегося, ибо проступок весьма велик. Когда мать юноши, сестра Пимена, услышала об этом, то тотчас же отправилась в пустыню к брату. Придя к его отшельнической келье, она начала стучать в дверь, слезно моля его пойти к князю и походатайствовать за ее сына, дабы он был освобожден. Старыша не только не открыл ей дверь, но ничего не ответил. Однако сестра долгое время продолжала со слезами упрашивать старца, стуча в дверь. Но так как она не получила ответа, то начала с кукаризмом и гневом говорить старцу. Немилосердные, бесчувственные, жестокие, безбожные, зверонравные. Вот характеристика полная дала она, выдала она ему наконец. Вот это и есть о всем монашестве. Немилосердные, бесчувственные, жестокие, безбожные, зверонравные. Это надо огромными, километров пятьдесят высотою, буквы эти, и поднять их до самого неба. Неужели тебя не трогают слезы мои? Ведь сын мой, который у меня только один, находится в смертной опасности. Старь же послал ученика сказать ей, иди отсюда. Пимен не имеет детей, потому он не печалится. Здорово! Это был один такой, Солженицын пишет, деятель КГБ, там НКНВД тогда было еще. У меня никого нету, и поэтому я ни о ком не ходатайствую. Его все равно арестовали, расстреляли. А был громадный начальник. Сестра возвратилась с горьким плащем, укоряя брата. Когда князь услышал обо всем происшедшем, то сказал своим друзьям, скажите старцу, пусть напишет ко мне письмо с ходатайством об освобождении, и тогда я отпущу из темницы племянника его. Тому просто так отпустить-то теперь нельзя. Он теперь должен заплатить за тот срок, что он сидел. И многие советовали старцу написать письмо князю. Старец написал так. Прикажи властью своей хорошенько исследовать преступления провинившегося юноши. Если будет найдено что-либо достойное смерти, то пусть он умрет, дабы временную казнь избегнуть мух вечных. А если же провинившийся не окажется достойной смерти, то наказав его, как требует закон, отпусти. Если статья не 102-я там, когда князь прочитал такое послание старца, то удивился уму и добродетели мужа, поняв, что то был истинный угодник Божий. Князь отпустил юношу, а преподобный же Пимен скитался по разным странам долгое время. Потом поселился снова в египетской пустыне и пребывал в ней до старости. И вот, если верить Пимену, что он не лжец, не слуга сатаны, то мы можем поверить-то. И он спрашивает, где ты будешь? Вот умрешь-то. А там же, где сатана? Вот и все, больше ничего не надо. Павел говорит, разрешаю, желаю разрешить свое тело, уметь и быть со Христом, а этот с сатаной. Вот, пожалуйста, это оно, житие берем-то. Во свете Библии-то как это все выглядит? Харитон, 28 сентября. Святой повелел еще братья находиться в своих кельях и безмолвствовать, не переходя с места на место и не собираясь на праздные беседы. Ибо много соблазнов происходит от пустых разговоров, как свидетельствует Писание. Худые сообщества развращают добрые нравы. А там одни монахи развращают добрые нравы. Ну, действительно так. Как говорит Голубой Алобе. 1 Коринфянам, 15-33. Так, научив братья и приведя обитель в подобающий порядок, преподобный повелел всем собраться, избрав из братья того, кто известен был более всех своей добродетелю, поставил его вместо себя для них пастырем. Сам же решил уйти в глубочайшую пустыню, любя безмолвие и устраняясь от людей. Бестов не боялись, а людей боялись. Вот тоже интересно как. Пищей ему служила зелень, росшая около того места, а более всего он питался Словом Божьим. Некоторые из братьев, согласившись между собой, пошли искать в пустыне своего пастыря. Сам Бог воскотел, чтобы искусственный наставник и добрый правитель многих направлял и вел в Царство Небесное не только себя, но и других, уподобляя силии и предтечи. Далеко удалился бы я, оставался бы в пустыне. Псалом 54,8. Кроме псалтыря вообще ничего не знали. И псалтырь-то они не понимали. Переходил с места на место по дебрям, стремнинам, холмам, расселенным и пропастям земным, всего себя предав Богу. Вот где угодно пойдет, а если люди с дурным характером, начальники не покоряются, да если бы это все на духовное перевел, так его вообще непобедимый. После того, как преподобный уже долгое время скитался в пустыне, Бог восхотел, чтобы сей светильник, сиявший добродетелями, снова вышел из подспуда пустынного и светил образом жизни своей всем хотящим шествовать узким путем, ведущим жизнь вечером. Это все монах сидит. Сидел и придумал добродетельная жизнь, его какая по старининам ходил. О, ангельский образ жизни, он в ущелье там был. Даже баснями нельзя назвать. Это не уродивые. Это уродство. Он же, собрав уже третье стадо овец христовых, если монахи, это овцы христовые, а с людьми не надо, со зверями беседует. И научив их иночеству, научил иночеству, а монах это все ставит его в святость. Устроил третью обитель, которая после стала именоваться на сирском языке сукийскою. По-гречески же именовалась старой лаврой. Потом он зашел на вершину находящейся там горы и поселился на возвышении, имевшем в себе небольшую пещеру, куда можно было взойти, только по очень высокой лестнице. Там он стал, как на столпе, удаляясь от земли и приближаясь к небесным селениям. Это все пишет монах о нем. Вопрос 2003. Иногда писатель, создавая образ героя, наделяет его личностными чертами. Не то же ли мы видим в житиях? Ответ только так. Он монах и все гнет только под спасительность пострига и ухода от активной жизни в дебре самости и угнетении и изничтожения плоти. Если он отрекся от богатства, то и в житиях он своих героев наделяет такими же чертами, бестеребрениками. А на деле это легче святого найти, чем нестяжательного. Второй Тимофей 3.5. Имеющий вид благочестия, а силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 1 Петра 5.2. Пасите Божье стадо, какое у вас, надирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корости, но из усердия. Но особенно наглядно это видно в житиях первых веков, которое совершенно не похоже на жития начиная с 4 века, со времени бурного роста монашества. И вот описывая живших в 1 веке, житописатель-монах 17 века гнет всех жития под свою монашескую колодку, явно, неприкрыто, обманно вставляет такие якобы бывшие поступки даже у апостолов, как у Фомы, что достойно сия горького сожаления. Будто бы Фома разводил семейных, да не мог же он идти вопреки тому, что знал от Господа и вопреки тому, как учили другие апостолы, как Павел. 1 Коринфянам сеть 5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Фома, апостол, 6 октября. По окончании пира царь, услыхав о происшедшем, призвал к себе святого апостола Фому и сказал, «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол, войдя в опочивальню, стал поучать новобращих целомудрию и хранению чистого девства, и, помолившись за них, благословил их и удалился. Во сне новобращивания увидали Иисуса, который явился в образе апостола Фомы и с любовью обнимал их. Вот тут догадайся, что они видели? Или видели ли? Муж, подумав, что перед ним Фома, сказал ему, «Ты вышел от нас раньше всех. Каким образом ты снова ощутился здесь?» Господь ответил, «Я не Фома, а брат его. И все, отрекшиеся от мира и последующие за мной, так же, как и он, не только будут моими братьями в будущей жизни, но и наследуют мое царство. Итак, не забудьте, дети мои, того, что советовал вам мой брат. Если, согласно его совету, вы сохраните непорочим свое девство, то удостоитесь нетленных венцов в моем небесном чертоге. Главное, чтобы не жили вместе, уже царство небесное открыто. Одно качество. Сказав сие, Господь стал невидим. Они же, пробудившись от сна, рассказали друг другу то, что видели во сне и, вставшись всю ночь усердно молились Богу. Слова же, сказанные им, хранили сердце своем, как драгоценные жемчужины. Микдония умилилась сердцем у веровного Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и, беседуя с племянью своей синдикии о Христе, утверждалась любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими, как врагами Божьими, и избегать всякого общения с ними в беседах и на пирах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его, и когда он не мог заставить Микдония изменить свое решение, то стал просить царя Муззи, чтобы тот послал жену свою, царису Тертиану, уговорить Микдония не гнушаться супружеским сожитием. Цариса Тертиана и Микдония, жена Коризия, были родные сестры. Цариса пошла к Микдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Микдония отвечала, потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого и единственного Бога, Иисуса Христа, и не хочу быть оскверненный человеком неверующим и нечистым. Если не верующий желает, то живите. Ну считайте, первый коринфянам, то не мог Фома учить вопреки, что Павел сказал, что Духа Святого-то. Это уже Дмитрий Ростовский придумал, сидел. Он же, проповедуя им Христа, просветил их светом веры, омыл купели святого крещения и научил их хранению заповедей Божьих и всяким добродетелям. Но нет, ни заповеди, ни добродетели, только удалитесь друг от друга. Тертиана и Микдония, запечатлевшие в сердце своем все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Потом уже будут соборные правила, которые это будут осуждать. А почему они так говорили? Тут они не договаривают. Они говорили, что кто женатый не спасется. Если священник женатый, живет с женой, а это не священник, нет благодати. И тогда церковь принимала особое правило. Кто так говорит, антихрист, проклятие ему. То есть, сначала маленько в разум приходить на соборе. То что они делают? Царь, удивившись, так, теперь дальше. Цариста Тертиана, возвратившись от Микдонии, пребывала в молитве и постей продолжала отказываться от плотского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такой перемене в жене своей, сказал другу своему Коризию, «Желая возвратить тебе твою жену, я потерял и свою собственную, и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе». Ну, как это можно сказать? Вопрос 2004. Каким образом могли добиться монахи такого доверия к себе? Любое их слово принималось как истина в последней инстанции. Ответ. Это никому бы из них не удалось, если бы был установлен авторитет Библии. Так что тут очень уж прозрачно. Хотели на этого или нет, но они затмили весь белый свет, закрыли Бога и его святое слово. Так что к ним и доверие был, авторитет их был намного выше, чем авторитет Библии, самого Господа Бога. Вот почему они были против перевода Библии. Потому что Библия разрушает монашество, сразу показывает, что это люди не от Бога, это враги Божии. Это самые страшные противники по велениям Божьим. И они до конца намертво стояли Библию не давать переводить. Под разной причиной Библию не давал переводить даже Феофан Затворник. И это такая сильная реакция была. В России 19-й век на 30 лет была реакция и царь ничего не мог поделать. И только в 1876 году русский народ получил Библию. Окрестились в 989-м. Они были как бы высшие категории контактеры. И без них никто не мог достучаться до Бога. Без них ни родить, ни помереть. И их боялись как колдуна на сельской свадьбе. Чуть что не так он заколдует и накажет. Своими родными даже не дорожили, ни во что их ставили. Лишь бы к этим святым удрать из дому и там припасть к их ногам и лобызать им ноги, а потом их мощи. Под видом неслыханного смирения рабов у последних рабов было установлено отрихтованное на века раболепство всех, кто бы к ним не прислонился. Ни о каком равном братском отношении речи нет, но преклонение раз и навсегда. Поэтому стоило того, чтобы так святые противились Библии, противились всему, что могло разоблачить их и поставить их не на первое, а на 101-е место. Это они интуитивно чувствовали, как и сегодняшние попы-архиереи исторических церквей. Когда ведут непрямо к Богу по Библии-то, тогда каждый такой, как вещун, становится самым маленьким башком, идолом, что противоречит смыслу жизни. Послушание вот главная платформа. Дороже поста и молитву послушания. Прямо отлитая фраза. То есть поста и молитве бес изгоняет. Это что-то хуже беса. Умели и сами слушаться. И потом уже гнули под устав или под свои прихоти, как учитель у Иоанна Дамаскина. Так это нам история сохранила только порошинки этой тоталитарности. Если бы поступающие выноки знали хорошо Библию, то они бы уже в первом поколении прервали эту преемственность противящихся истинному слову иеговы. Хотя своим наставникам говорят Деяния 4.19 судите справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бога. Вот это каждый поступающий в монахи должен сказать. Судите справедливо ли. Но вера учеников этим исчиселям была намного выше, чем вера в Бога. Ильян 18 октября дошедший к ночи до одного селения он остановился на отдых в доме одной благочестивой женщины имевшей семилетнего сына. В то время когда святой вечерял сын ее вышедший незаметно из-за трапезы упал в колодец. Благочестивая женщина узнав об этом не высказала никакого смущения и приказав закрыть колодец продолжала служить святому. Вот это в образец мальчишка маленький упал в колодец и она духом не повела почему а тут святой сидит. Так велика была ее вера что в присутствии молитвенника известного уже даром чудотворений не могло произойти несчастье в ее доме и Господь совершил поверие ее. Когда перед вкушением пищи святой спросил об отроке хозяйка дома отвечала какая-то болезнь напала на него он лежит то есть врет напропалую святой стал требовать чтобы отрок вышел к нему и получил благословение ах тогда хозяйка принуждена была рассказать о случившемся несчастье святой точно же вышел и сняв покрышку с колодца увидел отрока носимого водою совершенно здоровым и подав ему руку вытащил его из колодца то есть у людей был просто помрачение ума вопрос 2005 как появляются новые кандидаты в монахи ответ иногда сами люди приходят не зная писания и думают так приблизиться к богу иногда от огорчения что потерял девушку как отец Сергий у Толстого или жена изменила при возможности цари и знатные люди насильно постригали опостыливших жен чтобы им снова можно было жениться монастырь в этом случае становился тюремным отстойником а иногда шла и идет самая настоящая вербовка я старец тебе дам здоровье или еще что-то а ты прими монашество какие такие обеты можно дать при принятии иночества монашества схемы когда ты уже дал обещание богу при крещении служить их не было пробуждено чтобы в чистоте служить от крещения начиная а эти затычки обещания до схемы ровным счетом немало не могут заполнить зияющую пустоту от неверия в слово Божие 1 Петра 3.27 так и нас ныне подобное всему образу крещение не плоской не чистоты омытия но обещанию Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа и вот из пустыни прослышав про подвиги молчальника брали на пост епископа это очень часто было и вело к канонизации многих теперь считаем не жития святых как называется книги-то а жития святых монахов монашествующих в житиях около 95% хотя от числа жителей они весьма незначительный процент на тысячи человек один монах чисто еврейский подход нас мало но нам все деньги а здесь все небо сидевший много лет в пустыне что он мог дать миру когда боялся этого мира и уже сбежал от него они с такой легкостью бросали свои епископские кафедры и убегали вновь в свои любимые пещеры и к своему богомыслию иноческим подвигам и к бисеру девства эпифания 12 мая кто ты господин мой могущий отогнать от меня лютого мучителя спросил явившегося отрок тот отвечал ему я эпифаний живущий в палестинской финикии в пустынном монастыре называемом спонидрион если я отгоню от тебя злого духа то придешь ли ко мне и будешь ли жить со мной в моем монастыре господин сказал в ответ больной только выгони из меня мучителя я тотчас приду жить к тебе смотри чадо предостерегал калистый эпифаний не переступи своего обещания проснувшись бесноватый почувствовал себя совершенно здоровым и рассказал родителям о своем чудесном исцелении по истечении трех месяцев калистый обратился к ним с такой просьбой пустите меня в палестинскую финик отыскать господина эпифания чтобы остаться у него боюсь как бы не возвратился ко мне мучитель дьявол родители точно же отпустили своего сына преподобному с рабами и со множеством золота и серебра пришедший к своему исцелителю исцеленный принял от рук его инощество и отдал ему на монастырское строение принесенное с собой золото и серебро своих же рабов отослал к родителям герман архиепископ 12 мая отец его мустин почтенный саном патриция был одним из первейших сенаторов превосходнейшей и прочих славой и честью его по зависти лишил жизни Константин поганат когда вступил на греческий престол по убийству этого знатного сенатора Константин повелел оскопить сына его тогда еще отрока блаженного Германа и отдать в клирс церковный вот чем занимались православные цари больше половины насильственно убивали друг друга это он сделал для того чтобы Герман возмужав достигнув в миру известного чина и сенаторского звания не мог чем-либо отомстить дому поганата за убийство своего отца Пафнути Боровской 1 мая во время мора много людей умирало без помощи некому стало помогать больным ибо у каждого был свой мертвец которого нужно было погрести и оплакать страх и трепет напал на народ благочестивые боящиеся Бога обращались на покаяние принимали пострижение и с миром отходили ко Господу Петр Афонский 12 июня однажды Петр вместе с другими воинами был отправлен в Сирию на войну греческое войско потерпело поражение от врагов в Сирии воевали это захватнические войны были и там было христиан полно Петр был взят в плен и вместе со многими другими пленниками отведен в Аравию в город Самару находящийся около реки Ефрата там он был заключен в темницу и закован в тяжелые железные оковы находясь в темнице и тщательно обсуждая свою прежнюю жизнь Петр вспомнил что он много раз помышлял отречься от мира и принять монашество он понял тогда что Бог наказал его этим тяжелым пленением за то что он не постарался исполнить своего доброго намерения раскаиваясь в своем нерадении и горячо оплакивая прежнюю жизнь Петр терпеливо переносил страдания которые по его сознанию он вполне заслужил Иоанн Прозорливый 27 марта когда Иоанну исполнилось 25 лет он решил отречься от мира после этого 15 лет он подвязался в инощицких трудах в различных монастырях потом ища уединенного места для подвигов пустынного жития он ушел на гору называвшейся Волчий и находившейся недалеко от Ликополя здесь он выстроил себе три кельи с одной кровлей расположенных одна около другой и затворился в них для подвигов поста и молитвы причем в одной кельи он молился в другой занимался рукоделием а третья же служила ему для пищи и для сна в таком уединении святой пробыл 50 лет до самого конца жизни своей никогда не выходя из кельи но принимая пищу и беседуя с приходившими к нему людьми через окон не выходя случилось что в то самое время когда военачальник пришел к святому жена была в больших муках по случаю родов и уже приближалась к смерти преподобный же Иоанн сказал человеку тому если бы ты знал милость Бога дарующему тебе сына то ты прославил бы Бога но мать младенца находится недалеко от смерти отойдя от меня ты найдешь младенца уже семидневного назови его Иоанном и когда ему исполнится семь лет пошли его в пустыню к монахам для подвигов Макарий Калязинский 17 марта через некоторое время к преподобному привели юношу боярского рода Василия Рясина страдавшего обеснованием преподобный видя страдания больного и скорбь приведших его людей пришел в умиление и стал служить молебен о его здравии когда после молитвы преподобный осенил больного крестным знамением тот исцелился тот час и обрадованный милостью Божией не хотел уже возвращаться в родительский дом а решился остаться в обители и принял иноческое пострижение от Макария вот как туда попадают в монахи Богу слава за все вовеки аминь иностранец иностранец